ребят всем привет ну что ж наконец-то наступил тот день о которому вам обещали мы снимаем обзор на якутские ножи которые мы с собой брали на кольский еще в несколько походов что показала практика ножи достаточно хорошего качества и имеют свой неповторимый функционал нам они очень понравились собственно я как небольшой специалист по ножам много вам рассказывать не буду все-таки не хочется быть как мартышкой очки вот ребята которые производят эти ножи михаил иван очень приятно привет и они нам сейчас более подробно расскажет потому как они с этими ножами уже долгое долгое время делают пользуются и все о них знают еще раз здравствуйте меня зовут михаил я долгое время на самом деле уже занимаюсь ножами вот не один я еще игорь шилин непосредственно мастер он к сожалению не смог сегодня приехать так как заказов у нас очень много вот а ножи делает ну грубо говоря один мастер ножи от мастера они от мастерской там какой-то где там куча шлифовщиков то есть он один все выполняют вот эти вот в принципе да он сам каждому ножу он прикладывает рук ножи от мастера поэтому ну то есть от термички до последующей направки ножа от ковки вот естественно все делает один человек на что хотел бы обратить внимание почему мы пришли ну именно к якутским ножам как это произошло то есть сейчас ну судя глядя по выставкам приходишь на выставку и я не знаю у каждого производителя есть там линейка якутских ножей мы тоже естественно как и все раньше да и начинали с обычных там охотничьих ножей непосредственно игорь занимается ножами сейчас дай бог вспомнить с года 98 ну естественно 98 он пришел к якутам в те времена еще о них вообще никто ничего не знал знакомству с якутами началось именно где-то в году 2009 примерно так 2010 игоря просто пригласили в якуте непосредственно друг в москве он встретился с ним на выставке пригласила там игорь познакомился именно с якутским ножом кстати еще вот по моему в 2009 но такого бума на них не было и ну вообще как бы их не было мы я так думаю центральной россии одни из первых кто занимается чисто якутками но больше ничем вот съездил велюсь он поехал к другу и там глядя на кузнецов на вообще такие там старые якутские ножи в музее естественно побывал ну как запал в душу наверное и с этого все и началось теперь уже каждый практически год летаем в якутию велюсь к ног нашим друзьям постоянно ездим узнаем много нового много я не знаю уже могу опровергнуть день там сотни легенд а якутском ноже потому что о якутском ноже на самом деле никто ничего не знает ну даже как сказать то якуты могут не знать о якутском ноже которые делают там соседнем улусе попробовал сделал сам нож да попробовал его именно правильно направить заточить я не знаю подобрать рукоятки то есть ну как это вот таким видом рукояток не сразу пришли естественно да многие там как сказать критикуют почему должны быть прямые кривые я не знаю мы пришли к такому виду рукояток исходя из своего опыта но с 2009 года производим их очень удобно с таким видом рукояти лежит в руке вот это кстати нож вот под левшу да видно долл должен находиться от себя вот вправше не подходит естественно это ребят нож мне сделали да 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 а как раз левша мы когда первый раз познакомились с герасимом как-то это что я забыл уточнить почему какой рукой точнее он пользуется левой или правой плане ножа и привезли ему все на показ праворуке поэтому видео видео только мигаил пользовался у нас ножами а у меня к сожалению не получалось ну че сейчас вот наверное развею пару мифов которых ну на сто процентов уверен да да было бы очень ну во первых часто задают да и если нож не откован например как этот то есть грубо говоря вот два вида да откованный вручную долл и шлифованный ну как говорят долл да все считают что вот это не якут да а вот это вот якут на самом деле но изначально не всегда ковали дол да там в одном улусе могли ковать в другом я не знаю пропиливать то есть весь функционал долл и легенд по этому долл очень много но как я считаю сколько я слышал от якутов и поработав этими ножами не один год весь смысл долл а легкость клинка то есть металл вырабатывается да он естественно становится легче да и второе это как бы ребро жесткости да никаких кровосток понятия вообще в принципе не существует ну там ничего там никто не стечет никакой крови да вот раньше ножи естественно производились из мягких стали не было и термички нормальной не было и железяк хороших вот поэтому ножи были мягкие да очень быстро тупились гнулись да например там чтобы какого-нибудь крупное животное да пробить там лоб ему ну часто ножи и гнулись и ломались придумали долл да ну ребро жесткости есть все в принципе в современных столях долл он как бы и не нужен но смысла от этого долл нет но больше дань традициям наверное ну а так без разницы какой долл да и этот ну на мой взгляд естественно выглядит симпатичнее да и ручной работы здесь естественно гораздо больше кстати ошибку кто-то там но часто пишут держишь ну разговариваю с людьми с нашими клиентами у вас долл пропилен болгаркой я бы вот как сказать то дал бы и болгарку и клинок мне хоть вот кто-нибудь так пропил болгаркой вот или там долл сделан на станке вот это то есть там типа не знаю профильного или на профильном вот так вот вывести его но идеально не получится ну естественно да это там круг да но все это берется руками да у тебя руки вот толщина клинка до 5 миллиметров обрабатываешь его но очень на самом деле травмоопасно я не знаю как игорь с руками до сих пор ходит но руки я считаю не золотые наверное ножи тоже золотые летит пыль и у него все 10 пальцев так продал объяснил про рукоятки объяснил у многих производителей но сегодняшних в той же там якутии но все мастера не например делают ну вот делают ножи вот делают они до одну линейку выпустили ножей но и все на этом завязали все берут у них мы как бы живем в современном мире да постоянно экспериментируем с ножами то есть не боимся чего-то нового разрабатываем там другие линейки ножей но непосредственно с чем так приелся якутский нож нам и почему мы любим это его естественно односторонняя направка михаил и герасим поработали естественно уже этими ножами наверно тоже про одностороннюю направку что-то готовы сказать ну да я конечно не в полной мере могу смог это оценить потому что я говорю у меня рабочая рука левая ножи нам выдали правый поэтому вот мешание сейчас не нет карава свои впечатления для на кольском долл 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 пробовал тем ножом и так и палок всяких разных пробовал строгать и резать и очень удобно даже деревца рубил он как с топором скидалю практически это это стамеска то есть прогнозируемого можно управлять реза а по мясу по мясу по мясу по мясу мы работали по колбасе оба себе прям вообще вот достаточно хорошо очень хорошо держит жало вот металл не держит я ребят пробовал об металл долбанул недели потом я потом потом нож заточил вот сталь точится просто идеально то есть мне надо за . ушло четыре минуты плюс еще заметил да то есть не надо никаких углов тебе выводить но за . досторонние да это уволю очень-очень практически как ножницы точится одной стороны раз а с другой стороны просто заусенец отлетел ну буквально 3333 движение по бруску заусенца нет потом на пасти все нож снова снова бреет мне кажется может одна одна из причин односторонней заточки это вот как раз на . удобство заточки потому что ножи все рабочие естественно но использовали в тайгу там уходили когда это ну что там обо что точить мы брали с собой камушек или чего делать нож двухсторонней заточки для это то есть тратить в два раза больше времени вот а кто находится в тайге там я не знаю каждая минуту наверно дорогая поэтому пришли наверное к этому моменту да так же по на проске направлять естественно со стороны дома мы не трогаем ничего просто снимаем зау сильно направлять такой ножичку твою оговорить за той стороны да и причем вот все стороны ли ну заправлять с этой стороны со стороны Просто снимаем заусенец. Можно снять на мелком камушке, на бруске, можно просто опорно потереть. Или вот как Михаилова, там паской, да, и тоже по коже. Нет, ну на бруске, на бруске я бы... Ну, нормально. Да, на мелком. Ну, с этой стороны положили и сняли заусенчик. С этой стороны мы направляем по линзе. Выставляем и легкими движениями спокойно направили, все готово. Как я уже говорил, да, не стесняемся экспериментировать, узнавать для себя что-то новое. Естественно, все наши эксперименты имеют одностороннюю набравочку. Вот так называемый наш складной якут. Вот, кстати, экземпляр Михаила как раз-таки. Вот, условиями, да, корелочка прошла, ничего не треснуло, ничего не раскололось, зазорчиков нету, открывается хорошо, люфтов нету, ничего не люфтит. Правильно? Правильно. Далее, говорят, якутских, был один клиент, заказал два ножа складных, все, давай, заказывай, потом набирает мне по телефону, говорит, все, стоп, не надо, якутских складных ножей не бывает. Почему не бывает? Естественно, ну, откуда такие технологии складные? Нам тоже не раз подписчики писали, что не бывает якутских клинок. Ну, а теперь бывает, почему? Теперь бывает, вот, тот же якутский клинок, односторонняя направочка, прямой спуск, кстати, по спускам потом вернусь. Дол имеется. Да, дол имеется. Почему пришли к складному варианту? Ну, некоторым просто так же, вот, в машину, да, положить этот ножичек, в чехольчик положили, все, да, или повесили, или в портачок. Да, да, можно без ножен даже бросить. Да, можно без ножен, и так же. Такой нож, например, да, на столе с его бритвенной заточкой очень страшно оставлять дети или что-то, ну, правильно, на природе находитесь, ну, не дай бог такой нож не убрать, как бритва. Ну, просто кто-то поранится. А такой ножичек можно сложить спокойно, да, положить на стол, все, ну, то есть, не беспокоиться, что что-то там составляет. Ну, и опять же место, место, насколько он компактный получается. Да, 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 да. Я говорю, для того, чтобы положить, вот, просто, ребят, положить вот так в карман его, и все, он лежит в кармане и не мешается. Совершенно верно. Следующий наш очень интересный эксперимент. Следующий наш эксперимент, причем зашедший, ну, у публики очень хорошо, это цельнометаллический якутский нож. В нем нет, мне кажется, только единственного плюса, это легкости ножа, да, вот, все остальное в нем присутствует. Такой же идеальный рез, такая же направочка, но, ну, тяжелый, прочный нож, черный граб, текстолитик, огромная толщина клинка. Кстати, вот по толщине клинка многие тоже задают, ну, я объясняю, очень удобно разделывать рыбу, да, все говорят, как так можно там разделывать рыбу, да, с такой толщиной клинка 5 миллиметров. Очень легко. Герасиму тоже, его супруге давали нож на тест. Я жене принес большой якутский нож, да, большой, дал ей, говорю, на, вот будешь на кухне готовить там что-то. Она говорит, что ты мне принес? Он толстый, он тяжелый, он здоровый. Сейчас она его с рук не выпускает. Все японские ножи она просто убрала и пользуется этим ножом просто в удовольствие. Ну, и я и сам тоже на кухне бывает, нет-нет, пельмени порежу там. Да, вот сейчас сало нам кабани. Да, сальце сейчас из кабана дикого ребята угощал и вот как раз тоже резал этим ножом. Также такой интересный вариант, да, компактный ножичек, да, боятся, ну, это упором назвать, ну, нельзя, это как, анатомическая рукоять, маленький клинок 10 сантиметров, даже, наверное, 9, ну, 10-9 сантиметров, также односторонняя направочка, дол, ну, для тех, у кого боится соскользнуть якут, все, ну, не понимают. На самом деле, они, ну, такие рукояти, они не скользят при работе даже с сальными руками. Это береза карельская, правда? Да, 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 карельская береза. Она, причем, как это сказать, со временем становится только лучше, прочнее, просаливается, пропитывается, вот, ну, а такой вариантик, да, чехол, конечно, ножны, естественно, не от якутов, такие ножны его вставить, чтобы доставать нереально, да, ну, закрыли, ну, и также походный вариант за грибочками на рыбалку, ну, то есть нож, который всегда с собой. Да, 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 без проблем, но всю прелесть также якутского реза, якутской направки с этим ножом можно понять. Да, якутским ножом я это не называю. Это нож с якутским клинком, или там якутского типа, ну, кому как удобно, так обзывайте, да, но весь функционал якутского ножа в этом присутствует. Так, и еще, это уже, конечно, не эксперимент, да, сейчас расскажу. Нож, кстати, можно передавать другому человеку, это, ну, не переворачивать его, например, так вот. Можно, можно это. Да, 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 бриться. Можно угрожать кому-то, я не знаю. Ну, на самом деле, якуты этим так называемым скобелем моздрили кожу у животных, да, очищали, я не знаю, там, лучину какую-то наделать без проблем, там, если у вас есть, там, самовар, да, или, там, камин, да, можно красиво на камин повесить, там, к самоварчику как-нибудь прикрепить без проблем. То есть, и такие эксперименты, ну, не эксперименты, а изделия национальные делаем. Ну, вот. Далее, что самое интересное, то есть, это, грубо говоря, чисто рабочие ножи, они проверенные, они все рабочие, то есть, можно не бояться работать, ну, и пользоваться в свое удовольствие. Ну, и, естественно, есть, как сказать, ну, не вот уж эксклюзив, есть и эксклюзив, да, который находится там в подарках у глав республик, ну, заказывают. А есть, чисто вот, подарочные, таким ножом, конечно, будет, наверное, жалко, ну, работать им, убить, но другу подарить, там, хорошему, или, там, начальнику, вот, вполне себе достойный вариант. В принципе, ножом можно и работать, но я не знаю, будут ли люди работать им, да, а так, без проблем, в подарочной упаковочке, вот, функциональной. Также есть такая красота, например, стабилизированная карельская береза, литьем, нож тоже абсолютно рабочий. Хотел еще по поводу спусков у якутского ножа поговорить, отвлекусь на несколько минут. То есть, существует также много легенд, что все ножи якутские должны быть с линзой. Я не знаю, на камере это видно или нет, вот, например, у этого спуск от обуха, да, идет линзой, то есть выпуклой. Им можно спокойно, там, по дереву строгать, нож не будет зарываться, да, также шкуру снимать без проблем, да, но реза, например, грубо говоря, ровного, добьешься, но надо, как сказать, привычка нужна, да, поэтому якуты, не мы это придумали, да, у самих якутских ножей, были не раз в музеях, да, видели, есть обычный прямой от обуха спуск. То есть, направочка получается в ноль, режущая кромочка очень тонкая, но благодаря прямому спуску рез получается очень мягким и по-прежнему также контролируется, так как, ну, с одной стороны направка, все это под вашим контролем. Ну, не раз еще увидите, я надеюсь, у Герасима эти ножи будет постоянно тестировать, да, в видео, я думаю. Да, конечно. Вот, мы просто тут не подготовились, ничего с собой не взяли, ну, еще не раз увидите и уже видели, наверное, в видео его. К нему, кстати, это, как оказалось, не просто попасть, чтобы вот, ну, заплатить деньги и рекламироваться, так не получится. Мы первый раз приехали, взяли с собой ножей, ну, думаем, сейчас покажем, все, ну, рекламу запустим. Нет, почему-то не получилось. Сказал, обязательно тесты. Ну, мы вообще без проблем, мы в своих ножах уверены, ну, сказали, нет проблем, пожалуйста, пользуйтесь. Нам еще наоборот, это выгодно, собирать, как сказать, мнение с людей, да. Отзывов мы за эти, там, сколько, получается, 7-8 лет получили огромное количество хороших, но дополнительный хороший отзыв всегда как-то ближе к душе. Я уже, кстати, не обижаюсь на эти слова, типа, это не якуты, это не ножи, это им работать невозможно, но гораздо приятнее всех этих отзывов звучит слово там от якуты, да, на якутском языке там хороший нож или отличные ножи, ну, спасибо, давайте еще, еще, еще. У них вообще в семье, мне кажется, у всех по два, там, три ножа, у жены, у детей, у мужа, ну, любят ножи, если один мы заказали, да, берут и друзьям, ну, нож, это для них третья рука, так сказать. Для вот мужиков, я думаю, теперь тоже. Ребят, ну, а подтверждение о том, что ножи эти хорошие, это то, что вы видите этот обзор, мы не показываем и не рекомендуем вам то, что мы не используем сами, и то, что мы не проверили. Если вы это видите, это проверено, это можно брать и пользоваться. И вот... Я попрошу у ребят железку для стамески еще себе. Мне эта сталь очень понравилась. С ручкой с карельской березой. Без проблем, брусочек. Ручку я сделаю себе сам. Так, и еще, очень жаль, конечно, что я скинул ему заранее фотографию, он засветил ее в инстаграме. Да, кстати, подписывайтесь на наш инстаграм, и вы будете видеть все первыми еще до выхода чего-то. Да, да, да. Но сейчас... Так, во-первых, как и обещал, держи складной нож под левую руку. О, ребята! Наконец-то у меня тоже теперь есть ненастоящий якут складной. Как нам писали, да, говорят, складных якутов не бывает. Пусть не бывает, но пользоваться им реально интересно. Кстати, теперь бывают. Раньше их не было. Раньше и телевизоров, которые можно на стенку повесить, не было, ребят. Все когда-то бывает. Да, ну и, естественно, самый сюрприз, когда мы первый раз приехали к Герасиму с Михаилом. И вы откуда эти гильзы-то были? Мы нашли эти гильзы, когда ездили на коп на Ошинский мох. Это гильзы от авиационной пушки. По признакам русские 24-миллиметровая пушка. Наверное, со времен войны еще. Да, это естественно. Это со времен войны гильзы. Мы отдали ребятам две штучки. И теперь смотрите, что из этого получилось. Это так они выглядят в ножнах. Кстати, ножи я еще нигде не взял. Мы также поэкспериментировали уже с ножнами. Если в этих ножнах стоит здесь обычная кора березовая, береста, то здесь мы уже поэкспериментировали, добавили литушечку из композита пластиковую. То есть нож там не расколется ничего. Не порежет ножны. Да, не порежет ножны никогда в жизни. И вот ножички. Буду рад представить. Это вот, ну, естественно, под правшу Михаилу. Ой, спасибо. А Герасиму такой специальный под левшу. Ой, ребят, ну это действительно эксклюзив. Вот в Инстаграме некоторые на фото писали, что будет скользить. Я бы не сказал. Вот есть очень хороший упор в ладонь. То есть ножом, я думаю, можно будет пользоваться. Я тоже думал сначала, ну, будет у меня где-то лежать как сувенирный, красивый. Нож очень оригинальный, изготовленный. Здесь он залит, это что? Эбоксидкой. Эбоксидкой залито. Очень хорошо лежит в руке, приятно. Вот летом прям он холодит. Приятно очень. Зимой, конечно, тоже. Зимой, наверное, греть не будет. Но летом мы точно будем им пользоваться, а на зиму сделаем чухол. Ну вот на зиму можно в кипяток опускать, а потом будет долго греть руку. Вот такой нож, ребят. Ну, очень-очень-очень достойно. Кстати, видно, что гильзы, наверное, стреляны с разных, как сказать, дней, годов. Потому что одна обработана так, другая так. Ну, вроде делали все одинаково. Да, это еще когда латунь была в наличии, делали из латуни полностью. Нет, слушай, здесь тоже латунь просто окислилась. Да нет у тебя там латуни, не обманывай. Это я вижу желтую. Чермет, чермет ты нашел. Лучше гильзы надо искать. Нет, ну... Вот такой, ребят. Это действительно, это, как сказать, это нож, который будешь хранить всегда, наверное. Потому что это очень оригинальная вещь, и кому не покажи, он будет всегда иметь повышенное внимание. Ну, опять же, он рабочий. Он рабочий нож, да. Я вот вижу, держу его за рукоятку, это достаточно удобно. Я тоже думал, что, блин, может, его кожей перемотать надо будет, или еще как-то. Ладно, нет, ничего не надо. людей с упоров, кто там слетает. Вот действительно, вот упор в ладонь есть, можно резать спокойно. Как удобно колотереть не будет. Да, и можно будет... Да, все. Не, не буду я им орехи колоть. Я тоже. Очень, очень приятно, ребята. Достаточно порадовали, порадовали. Ну, и вот мы видим подтверждение, в принципе, фантазия ваша не может ограничиваться. Придумывайте сюжеты для ваших ножей. И я думаю, ребята воплотят их в жизнь. Да, без проблем. Также вот, ну, как мы уже пришли к выводу, пока сюда ехали, сделать линеечку, как я понял, для шерпа, да, именно непосредственно. Да, совершенно верно. Есть такое вот соображение сделать ножи именно серии шерп. Там будет, наверное, гравировка нашего канала будет. То есть, и их можно будет приобрести у ребят. По крайней мере, Жуков гараж будет иметь такие ножи, будет давать их своим клиентам как памятные подарки, вот такие вот. а я обещаю, что из шерпа он никогда не потеряется, благодаря нескольким фишкам. Мы уже подумали, придумали. Пока не будем их раскрывать. доработали. Ну, и подведя итоги, наверное, можете теперь смело заказывать ножи. Я думаю, Герасим, что, даешь добро? Да, да. Непременно. В принципе, если бы мы не давали добро, ребят, то вы бы не увидели этого обзора. Каждый нож хочется потрогать, хочется посмотреть. У меня их здесь несколько. Вот. Буду теперь тоже пользоваться. Видели? Пальцев 10. Посмотрим. Потому что пальцы отсекаются на раз таким ножом, потому что очень острые. Нет, но если вы боитесь, можете немного подтупить его. Тупить я умею ножи. Вот. Да, в этом Герасим Васильевич непревзойденный профессионал. Здесь мы дополняем друг друга. Он тупит, я точу. Также, что, хочу добавить, я так думаю, в описании будет ссылочка на наш сайт. Можно и сейчас его назвать, в принципе. Он сейчас на экране у нас будет. тоже. сайт, адрес сайта стилтаскс.ру, то есть стальные бивни. Вот, мы так решили, я бивень, Игорь бивень, все мы бивни. Вот, стальные, ну, потому что ножи у нас стальные, они, там, я не знаю, алюминия, там, заходите на сайт, там есть мои номера, номера менеджером, Игоре можно номер найти без проблем. Занимаемся, то есть, продажами, как и розницей, да, будем рады видеть и оптовых клиентов, то есть, магазины, ну, пожалуйста, обращайтесь. Я же правильно понимаю, что вы вообще специализируетесь на оптовых продажах, и только сейчас заходите в розницу. Да, до этого, там, можно найти в интернете старый наш сайт, но без проблем наши Игоря Шилина, выбирайте, ну, сейчас сделался новый сайт с новым функционалом, и хочу напомнить, ну, заходя на сайт, увидите, ну, ножи, которые вам присмотрелся, да, или там, в онлайн, как это сказать, в онлайн сообщениях можете написать мне, там, менеджеру, без проблем, или позвонить по номеру, я покажу, без проблем, какие ножи есть в наличии. То есть, они не все сейчас еще пока на сайте представлены, да? Да, 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 ну, то есть, ну, есть какой-то всегда запас ножей, который посмотреть, сделается, ну, под заказ в среднем, грубо говоря, исполнение ножа, да, от его заказа до реализации, то есть, 7-14 дней, вот, не стесняйтесь, заходите на сайт, не стесняйтесь, главное, писать, звонить, все расскажем, все покажем. Ребят, кстати, в преддверии нового года, уже в преддверии, несмотря на такую погоду еще, да, теплую, вот-вот-вот, пусть она подольше будет, если вы собираетесь подарить такой, либо свой какой-то проект ножа, кому-то из родных, близких или друзей, то рекомендую уже сейчас начинать общаться с ребятами, потому что под Новый год идет очень большая загрузка, очень много заказов, и вы просто можете не успеть. Ну, да, во-вторых, ну, это заказы под Новый год, 23 февраля, и плюс у нас еще, естественно, выставки, мы каждый год бываем и в Питере, и в Москве, вот, к сожалению, уже Москву в этом году охоту и рыбалку пропустили, хотел там вот с Герасимом встретиться, но да, я их там не видел, все распродали, ну, так что, обращайтесь, гарантия, если что-то в ноже не устроило, да, ну, даю честное слово, то есть, отсылайте нож обратно, высылаю или другой, или там, вернем деньги, компенсацию, и сделаем без проблем, обещаю я, как, ну, а мы проследим, да, да, я думаю, нам не скажет Герасим спасибо, если мы как-то, я правильно же понимаю, ребят, человек может зайти, допустим, посмотреть, ему понравился вот такой клинок, и, образно говоря, вот такая ручка, да, да, без проблем, то есть, это можно скомбинировать, то есть, созвониться, скомбинировать, объяснить, что вам нужно, либо нос под выпадвертом, типа вот это, к сожалению, копайте сами, да, гильзы сами копайте, если вам такое надо, может быть, мы съездим еще на Оршинский мох, и поищем, знаем, где такая россыпь есть, поищем таких ножей, и сделаем какую-то ограниченную серию, вот, именно от нашего канала будет здесь подпись, все, вот такая ограниченная серия, может быть, получится, ножей, но задорого, мы задешево не копаем, да, да, стоимость будет учтен и коп, да, ребят, если у вас есть такие гильзы, присылайте их нам, мы из них сделаем вот такие ножи, лучше сразу нам, а, ну, или лучше ребятам, да, присылайте, пишите на сайт, ручка, если у вас есть свой материал, ну, я не знаю, может там, моржовый, костяной, вот, присылайте ребятам, вам сделают офигенный нож, кстати, хочу добавить, ну, первый якутский нож, к нему, как это, подойти очень сложно, ну, все боятся, как это, что это, скользит, односторонняя направка, что, а уже люди, например, вот в Питере, есть целая компания, я не знаю, мужиков там 6-7, да, они к нам приходят, и говорят, да, блин, такие ножи классные, вы представляете, у нас куча ножей, ну, люди, видимо, там, увлекаются очень сильно, они даже после, как попользовались якутским ножом, перетачивают обычные ножи, на одностороннюю направочку, и работают, все им нравится. Кстати, это действительно, ну, я хочу подтвердить эти слова, на самом деле, я вкатался даже в праворуки нож, очень быстро, блин, приятно держать, ребята, правда, приятно держать, вот прям хочется его брать, брать, трогать, потому что это необычно, это то, что ты нашел сам своими руками, и вот тебе сделали такую красоту, и она стала практичной, я-то хотел из них стопки наделать, вот, собирал 6 штук, а, то есть, знаете, у него еще 4 есть, вот, действительно, очень быстро, вкатываешься в нож, и вот сейчас я на кухне, допустим, что-то режу, прочее, режу только якутом, и, в принципе, супруга у меня тоже очень часто пользуется якутом, ей очень понравился нож, так что, можете и хозяйкам для кухни, я думаю, у вас будет какая-то серия, прям вот такая вот, а у нас, да, есть, то есть, цельнометаллический потяжелее, или просто большой якут с прямым спуском, вот этот, ребят, цельнометаллический нож, его действительно в руке приятно держать, ну, это такой нож, что можно там курицу порубать, ребрышки барана, там, и не страшно, ну, люди пугаются толщины, вообще без проблем, нет, нет, очень, очень приятно, у меня жена тоже сказала, куда ты мне такую дуру притащил, что я буду им не врезать, а сейчас режет все, сейчас, из-за того, что лезвие отточено, отточено от основания в ноль, имеет большой клин, он просто раздвигает, ну, вот с прямым спуском, как я уже говорил, это ножи не для рубки, а чисто кто, ну, кому нож нужен для реза, поэтому я сразу, во-первых, у клиента спрашиваю, правша он или левша, да, и камни вам рубить, или рыбу разделывать, да, вам или там, я не знаю, камни рубить, или чисто резать, разделывать рыбу, то есть под каждого человека, найдем, подберем, да, вот этот вот у меня нож, как раз сделан, именно порубить веток, там, что-то, вот у него линза, спуск линзы, а складничок у тебя с прямым спуском резать колбаску? складничок колбаску резать ровненько, тоненько, чтобы через нее Мишаню видно было, такой колбасу ешь сам, скоро будет уже колбасу через Мишаню, а то все там, смотрю, смеются, да, 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 Мишаня, кстати, вы посмотрите, он немножечко сегодня вялый, все потому, что он ударно проработал ночь, собирая вездеход, вот, и к этому обзору, и вообще у нас поездка, вот, в Архангельскую, в принципе, когда вы увидите этот обзор, мы уже будем в Архангельской области, на Кожозере, будем ловить рыбу, и, естественно, покажем вам это видео, ну все, обращайтесь, наверное, на этом попрощаем, да, ссылочка в описании, и подписчикам по промокоду, GERASIIMSHERP, будет скидка, 5% 100%, 5% 100%, нет, 100% 5%, хорошо сказал, хорошо, вот, как бы, вот так вот, пользуйтесь, проверено, ну, мы в свою очередь будем ножи тестировать, постоянно что-то ими, что-то будем иметь, мы их уже протестировали, мы будем ими пользоваться, ребят, будем пользоваться, вы будете это видеть, будем рассказывать, наверное, много не будем рассказывать, будем давать вам ссылку на этот обзор, потому что, ну, ножи действительно хорошие, по мере пользования, да, по мере пользования, конечно, будем все равно показывать, рассказывать что-то, делиться своими впечатлениями, но, вот, первое впечатление очень положительное, как бы, за тот месяц, что у нас ножи эти, находятся, в пользовании, Только положительные впечатления В основном от Мишани, но Мишанев больше в этом и понимает Я-то такой сварщик не очень настоящий У тебя теперь есть леворуки Да, я теперь буду разбираться Нам теперь быть разбираться в этой теме Так что я поеду еще к ребятам в гости на стажировку Ну что, ребят, я думаю, на этом мы наш обзор закончим Не будем забирать ваше время Тем более оно вам нужно для того, чтобы посетить сайт и заказать себе нож У нас такие ножи уже есть, мы ими пользуемся Все замечательно А нас дома ждет барашек И мы сейчас пойдем тестировать повторно гриль Да, после первого теста, когда я приезжал Я тоже, как и многие, наверное, мясо на газовом гриле Ну как это, не пахнет дымом Но Герасим научил меня, чтобы тоже пахло дымом Гриль вообще бомба Я с радостью сейчас кушаю еще одного барашка Все, у гриля рулит Ссылочка тоже в описании, где можно приобрести Счастливо, пока Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца Если понравилось, ставь лайк Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики Вот это для тебя подобрал YouTube Вот это наш самый последний новый ролик И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь Нажми на кружок Спасибо, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok